Очень много, на самом деле, негативных отзывов, прямо скажем, по поводу работы скорой. Насколько знаю, но есть еще и позитивные опыты. У нас есть Алексей Королев, который может рассказать просто из своей жизни, что происходило. Тем более, что... О, да, возьмите. Да, у меня история добрая. Слышав вот это все, я думаю, что мне очень повезло. Скорая приезжала к моему отцу два раза. Два раза приезжала одна и та же бригада. Имена Антона Кубасов и Елены Чемакина у меня останутся на всю жизнь, я думаю, в памяти, с наилучшими воспоминаниями. Это люди, которые, как сказано здесь, имеют и знания, имеют и опыт. Люди, которыми, я думаю, что нужно гордиться, нужно их ценить, потому что они работают, как я узнал позже, работают в скорой достаточно долго. На их счету достаточно много реанимационных действий. Они спасли много жизней. И, в принципе, вот эти люди, которые приехали, мне не было необходимости знать, что они делают. Я знаю, что они это делают достойно. Они делают, несмотря на какую-то усталость. Они, видимо, такую сложную работу провели уже сегодня. И приехали на вызов немножко уставшими, но они сделали это качественно. Они это сделали уверенно. Не обязательно это все объяснять. Главное, что понимание того, что люди профессионалы и здоровье наших близких в надежных руках, это главное. Такими людьми, я думаю, что и станции скорой помощи, и департамент должны гордиться добра им и успехов в их нелегком труде. Спасибо большое. О работе скорой помощи чуть позже поговорим. Тем более, я так понимаю, что вам это... Мне кажется, это сумасшедшие люди, кто работают на скорой помощи. Просто это невероятное количество нагрузки, непонятно, кому ты едешь, неизвестно, как тебе нахамят по дороге. Но хорошо, пока просто дадим слово врачу. У них тоже есть вопросы. Доктор, я, насколько понимаю, из областной клинической больницы номер 2. Здравствуйте. Я руководитель контрактной службы областной клинической больницы номер 2. Уважаемая Инна Борисовна, скажите, пожалуйста, планируется ли дальнейшее обновление парка медицинского оборудования в областной клинической больнице номер 2? Ну да, вторая областная клиническая больница, это у нас такая больница скорой помощи, которая непосредственно этими экстренными пациентами занимается. Поэтому там очень много оборудования, которое именно для спасения жизни и для быстрой постановки диагноза. Поэтому Анан у нас в приоритете. И в прошлый год на большую сумму было приобретено новое оборудование. В этом году тоже происходит реновация оборудования во второй областной клинической больнице. Мы покупаем им даже, ну, такое непростое время. И Владимир Владимирович нашел возможность как бы закупать оборудование для этой больницы, понимая всю важность этой больницы. Поэтому оно будет продолжаться, реновация будет продолжаться и оснащение будет продолжаться, потому что это жизни людей. Но хорошо, если мы больницы оснащаем новым оборудованием, у нас все-таки меняются и поликлиники. Совсем недавно в Тюменских поликлиниках открылись посты профилактики. Наша любимая тема. Мы все за то, чтобы все проходили медосмотры, чтобы следили за своим здоровьем. Всем желающим с утра до вечера могут померить давление. На своем личном опыте скажу, если честно, меня мама удивила, когда мне исполнилось 30 лет, она мне подарила на день рождения тонометр. С фразой «Дима, у нас родственник в 30 лет умер от давления, поэтому, пожалуйста, мери, записывай и ни в чем себе не отказывай». Какая мудрая мама у вас, Дима. Мама, тебе сказали, что ты мудрая. Но посмотрим давайте про посты как раз давления. В третьей поликлинике пост по измерению давления стал настолько популярен, что не пустует даже пара минут, а перепады погоды и вовсе обеспечили медикам настоящий аншлаг. До 135 человек у нас даже в день было. В основном это пожилые женщины. Ну и мужчины тоже ходят, но в основном женщины ходят пожилого возраста. Но вот сегодня уже было за 2 часа 23 человека прошло. У большинства пациентов цифры высокие 140, 150 и даже 180. 158,77, пульс 60. Алексей Накентьевич удивлен и волнение объясняет присутствием съемочной группы. Обычно давление не скачет, но измерить его мужчина захаживает регулярно. «Это очень удобно и это нужно вообще-то практиковать во всех поликлиниках. Тем более, учитывая возрастную категорию людей. И сам человек не всегда может себе померить. Не все даже дома имеют приборы такого типа». Замеры не ради статистики. За месяц только на этом посту поликлиники с высоким артериальным давлением выявлено три сотни тюменцев. Каждый десятый узнал о высоком риске впервые. «Измерить давление можно и просто зайдя после работы. Стационарные посты открыты до 8 вечера. Не требуется предварительной записи и даже электронных столонов. И если вы просто находитесь рядом, не проходите мимо, высокое давление можно и не почувствовать». В случае, когда требуется неотложная помощь, происходит день не по разу. За июнь таким образом медики предотвратили уже полсотни гипертонических кризов. «Вот сегодня была женщина, она подошла. В принципе, у нее ничего не беспокоило, что очень, кстати, страшно, но у нее давление было 180. Естественно, мы ее отвели в комитет неотложной помощи. Там врач-терапевт оказывает соответствующую неотложную медицинскую помощь. Дальше записывают в короче-терапевту участковому для назначения лечения, постановки диагноза». Поэтому медики напоминают, следить за давлением необходимо всем, а хроники измерять показатели должны дважды в день. Особое обращение к дачникам. «Не работать в наклонку. Обязательно с собой иметь аппарат для измерения давления. Обязательно с собой иметь запас лекарств и мобильный телефон. Дабы при возникших каких-то экстренных ситуациях можно было позвонить в скорую и повестить своих родных. Головная боль, головокружение, давящая боль в сердце. Если появилось, допустим, нарушение речи, если появилось нарушение движения». На субботу посты профилактики переедут в торговые центры. Медики третьей поликлиники ждут тюменцев в Айяже и ЦУМе 14 и 28 июля. Ну, я, насколько понимаю, сейчас в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 47,4%. До 2015 года этот процент был около 57%, ну, достаточно высоко. Кирилл Александрович, может быть, к вам обратиться, но как к главному кардиохирургу всё-таки Тюменской области. У нас что-нибудь меняется в Тюмени, по крайней мере, с введением тех же самых профилактик и постоянных осмотров? Ну, вообще я Викторович, но ничего. Ой, простите, пожалуйста, да. Как только не называли. Это в порядке, так сказать, разрядки, обстановки. Я уже привык, когда звонит по телефону и говорит «Виктор Кириллович», я говорю «Да, почти Кирилл Викторович». Ну, теперь я точно запомню, что Кирилл Викторович, понимаете? Я никогда не забуду. Нет, безусловно, делается очень много. И смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, вот пусть меня поправит Инна Борисовна, у нас в Тюменской области, наверное, одна из лучших, если не лучшая в России. И динамика, она из года в год, она снижается. Причем она снижается реально, потому что я знаю, общаясь, так сказать, и на уровне нашего Минздрава, являюсь членом проблемной комиссии Минздрава по специальности сердечно-сосудистой хирургии, что были случаи в регионах, и случаи, так сказать, в некоторых носили массовый характер, когда просто переписывались диагнозы от умерших людей. Игалочная система. Да, конечно, конечно, и подавалась шикарная статистика. Ну, у нас, естественно, такого нет и быть не может по определению. И второе, действительно, делается очень много, и делается очень много реальных шагов для того, чтобы молодые, полноценные, здоровые люди не умирали от инфарктов, не умирали от других каких-то сердечно-сосудистых катастроф. И эта система реально работает. Причем, ну, не дай бог, конечно, сидящим в зале убедиться в этом на себе, но после появления боли за грудиной человек в течение 30-40 минут, где уже вскоре ему проводится инфузия препаратов, которые разжижают или полностью растворяют тромбы, так сказать, в артериальном русле, поступает в клинику, где делается исследование, коронарография и экстренное стентирование. То есть это реально жизнь спасающая процедура. Это сотни и тысячи людей, так сказать, за год. За год. Ну, в общем-то, молодых и здоровых, которые, так сказать, ну, скажем так, еще 10-15 лет назад должны были, ну, объективно, процентов 80 из них умереть, они живые и здоровые, они трудоспособны, они не инвалиды. Что нам надо делать-то, чтобы, собственно, следить за собой? Майонез? Не есть майонез ни в коем случае. Я помню, у нас это больная тема была. Про измерение давления, понимаете, Дмитрий, как бы доказано учеными, цифры немножко могут варьировать, но уже в мире доказано, что стабилизация артериального давления главного фактора риска снижает смертность от болезни системы кровообращения, инфарктов и инсультов в три раза, а уменьшает развитие самих инфарктов и инсультов почти в девять раз. То есть здесь, понимаете, какая ситуация? Если все-таки у вас выявили артериальную гипертонию, то нужно ее контролировать, нужно обязательно, чтобы доктор подобрал вам терапию, которая будет держать это артериальное давление, и ни в коем случае не бросать прием медикаментов. Потому что у нас, особенно мужчины, чуть-чуть полегче, таблетки на полку. Но это совершенно неправильный подход, и вот эти все наши действия призваны для того, чтобы научить людей жить с артериальной гипертонией, да, и быть, насколько это возможно, здоровыми. Но для этого еще есть совершенно уже набившие оскобленные рекомендации. Это правильное питание, это нормализация массы тела, это нормальный уровень холестерина, сахара и физическая активность. Мне кажется, у нас все с давлением сразу. Ну, да. Можно я еще добавлю? Две секунды. Конечно, Кирилл. Я немножко дополню. Значит, есть рекомендация Всемирной Организации Здравоохранения, в общем-то, в наших кругах это уважаемая организация, вот, от 93-го года, где сказано совершенно четко. У человека любого возраста, с любыми сопутствующими заболеваниями, давление не должно превышать 140 на 90. Если у человека уже 145 на 95, это гипертоническая болезнь, которую надо лечить. Я подчеркиваю, любой возраст, любые заболевания, потому что бытует мнение, да, бабушка, да что этой бабушке 70 лет, для нее нормальное давление 180, она к нему привыкла. И поэтому лечить его не надо, иначе бабушке будет плохо. Вот. То есть, это абсолютно не так. Это доказано, ну, многомиллионной статистикой, в том числе уже и российской. Вообще, сердечно-сосудистые заболевания, вещь серьезная. У нас мой коллега Сергей Степанов ходил на улицу. Есть один вопрос от жительницы города Тюмень. Давайте посмотрим. У внука обнаружили 14 лет порог сердца. Буквально в марте месяце. И сейчас мы по какой-то квоте не попадаем в 17-й год. Это значит, надо ждать 18-й год, чтобы нам получить оклюдер, который закажут, естественно, на 18-й год. И вот мы сейчас живем на острие ножа. Возможно ли ускорить процесс? Возможно ли ускорить процесс? С 14 лет порог сердца ждут квоты. Ну, дело в том, что не все пороки сердца... Вот Кирилл Викторович лучше расскажет, нуждается в экстренное какое-то... Да, пожалуйста, Кирилл Викторович. Есть пороки сердца, которые нужны, врожденные пороки в силу своей специальности. Я как раз занимаюсь именно врожденными пороками сердца, то есть детьми от нуля и до 18 лет. Есть пороки сердца, которые нужно коррегировать сразу же после рождения ребенка. В противном случае он не сможет прожить даже несколько часов после рождения. Есть пороки сердца, которые вообще оперировать не надо, то есть их в динамике наблюдают. То есть ему может быть 14 лет, ему может быть 18 лет. Никакого вреда и ущерба для здоровья. Я знаю прекрасно про этого ребенка. Этот порок не приносит. Это маленькая... Прямо вот по лицу узнали уже. Да, конечно, конечно. Это маленькая дырочка межпресердной перегородки. То есть для открытой операции, то есть, ну, это разбой, так сказать, этого никто давно не делает, эти дырочки крохотные не зашивает. То есть, да, любой ребенок обязан, должен быть полноценным. Чтобы заниматься парашютным спортом, глубоководным нырянием, летать, так сказать, на больших высотах на самолетах, быть каким-то боевым офицером, лучше эту крохотную дырочку закрыть оклюдером эндоваскулярно. И плюс-минус год, и даже больше здесь никакой роли не играет. И не сыграет, ну, то есть, никакого вреда для здоровья у этого ребенка не происходит. Значит, следует заметить, что вследствие, скажем так, расширения и показаний к этим операциям, и развития технологий, вот эти вот имплантируемые материалы, оклюдеры, из года в год мы их ставим все больше и больше и больше. То есть, и Инна Борисовна, и губернатор совершенно в курсе этой проблемы, и денег выделяется, и выделяется, и выделяется. То есть, практически, практически, сейчас мы обеспечиваем всех желающих. Я думаю, что этого пациента, я прекрасно знаю эту бабушку, в этом году, так сказать, в течение месяца-двух мы решим их проблему. А, то есть, им до 2018 года не придется? Нет, не надо. Ну, а сердечно-сосудистые заболевания, мы тоже с вами говорили, допустим, в Японии вообще уже не стоят на первом месте смертности, у них онкология. 15,6% в 2016 году как раз заняла онкология по количеству смертности. И тоже очень важный вопрос, очень серьезный вопрос, тем более, что в Тюменской области ему уделяется немало внимания. Предлагаю посмотреть все-таки небольшой материал о том, как у нас лечатся некоторые виды раков. Таких аппаратов в России единицы, зато теперь есть в Тюмени. Современный маммограф позволяет обследовать молочные железы точнее обычного. Он оснащен дополнительной функцией томосинтезом. Благодаря этому опухоль обнаруживают почти на стадии зарождения. Одновременно не один снимок, а 24 снимка максимально с толщиной среза 0,5 мм. В целом, если мы будем говорить, у нас прошло где-то порядка 60-80 раков было выявлено именно на первой стадии. Ранняя диагностика и современное лечение спасают от рака, болезни, которая раньше считалась неизлечимой. С последней надежды в Тюмень приехала и жительница Сургута. У женщины опухоль в голове потребуется лучевая терапия. Сколько, я знаю, наших даже знакомых вылечивались и сделали все хорошо. Лечиться надо, верить надо. Прежде чем начать радиотерапию, точную дозу и способы облучения просчитывают физики. Задача не повредить здоровые ткани. Обойти критические органы, либо дать, даже если приходится подвести пучок через них, дать на них меньшую дозу. Например, чтобы разрушить опухоль головного мозга, доза облучения потребуется в 60 греев. Но рядом глаза. Человек ослепнет при радиации в 10 раз меньше. Поэтому отклонение луча даже на миллиметр так опасно. Положение пациента от сеанса к сеансу должно быть одинаковым. Чтобы его повторить, изготавливается такая фиксирующая маска из теплого пластика. И она получается полностью индивидуальной. Приспособление поможет направить воздействие точно в цель. Лечить пациента от рака будет современный линейный ускоритель. Его возможности позволяют распределить облучение с максимальным эффектом и минимальной нагрузкой. Органы, они уже живые. Какие-то есть смещения физиологические органы во время лечения. Мы можем их проконтролировать и, собственно говоря, подвести вот это облучение точно в назначенный объем. Примеров из лечения много. Кстати, у пациентки из Сургута лучевая терапия пришлась на день рождения. И выздоровление для именинницы сейчас главный подарок. Это серьезная проблема, конечно. Но тюменская онкология тоже не стоит на месте, насколько мы видим, да. Но вы знаете, у меня какой вопрос? Этот вопрос коллинируется, в принципе, с интернет, ну, с теми вопросами, которые соцсети к нам поступали. Все чаще встречают в соцсетях обращение тюменцев больных раком, которые собирают на операции. От онкологических заболеваний никто не застрахован. Так на это уже надо копить деньги заранее. В нашем регионе от рака не лечат? Разве бесплатно? Достаточно такой хороший сюжет был показан. Во-первых, мы говорим о том, что, да, специализированная медицинская помощь в онкологии направлена не только на достижение терапевтических, хирургических результатов, но именно еще направлена на более точную и высокую эффективность диагностики. И на примере того же маммографа мы говорим о том, что это, конечно же, в разы повышает надежность выявления рака молочной железы на начальных стадиях, что позволит не только вылечить, но и провести органосохранное вмешательство, то есть гарантировать женщине сохранение качества жизни. По соцсетям мы активно присутствуем и на медийном пространстве, и в благосферах, и на каждый случай мы реагируем. Во-первых, необходимо обратить внимание, что каждый случай требует индивидуального внимания, индивидуального разбирательства и формирования предложений. И мы, как учреждение, специализированное государственное учреждение, мы обладаем всеми необходимыми ресурсами. И онкологическая помощь, она, наверное, в нашей стране и у нас в регионе, она обладает очень высокими гарантиями оказания и объемов, и видов помощи, таких, которые даже и за границей, они не входят в рамки каких-то государственных гарантий. Поэтому у нас есть ресурсы для того, чтобы мы могли квалифицированно, эффективно помогать людям. Другой момент, с которым мы, если не часто, но приходится сталкиваться, это и элементы мошенничества, и элементы спекуляции на человеческом горе в конечном итоге. И проявления таких гражданских инициатив, они, конечно, допустимы, и они принимаются, но все-таки, обращаясь к общественности, надо помнить, что каждый случай, это все-таки надо его требовать индивидуального просмотра, и мы вполне открыты выступать и в рамках предлагаемых видов помощи, и в некоторых ситуациях нам приходится отвечать и в рамках экспертных организаций. Ну, мы все, безусловно, смотрим телевизор, читаем газеты и видим, когда звезды, государственные деятели, депутаты, которые вводят санкции против Европы, собирают свои вещички и потихонечку летят куда-нибудь в Европу лечить себя от онкозаболеваний. Так, следовательно, у нас все-таки уровень медицины в этом плане в России все-таки пониже, чем там, да? Уровень медицины, он не ниже, он на соответствующем уровне, и у нас на текущий момент диагностический этап и лечебный терапевтический этап они соответствуют мировым уровням. Здесь я бы, наверное, хотел сказать в первую очередь, такие случаи, это ситуация выбора, выбора пациента, выбора родственников, элемент доверия где-то, в какой большей мере, наверное, это все-таки стереотипное мышление и психологическое мышление человека, представление о том, что там будет лучше. Да почему русские-то ездят за границей, в ту же Германию лечиться, а немцы вот сюда пачками не приезжают, мне кажется? На текущий момент мы можем говорить и констатировать о том, что российское здравоохранение по ряду направлений, оно становится вполне конкурентоспособным. И с учетом даже каких-то логистических моментов, но даже к нам в Тюмень на такие большие расстояния обращаются пациенты из других государств, в том числе и из стран даже Восточной Европы. И это не столько связано, как с какими-то туристическими там, не знаю, интересами, но это связано именно на том, что все-таки в медицинное здравоохранение мы не стоим на месте и профессиональное сообщество, сотрудничество дает и в этом смысле дает о себе знать. Давайте будем честными, у меня есть цифры по поводу бюджета Российской Федерации в 2017 год. Вы, конечно, можете позитивно говорить, что мы очень конкурентоспособны, но в 2017 году на оборонку вообще из бюджета выделено 17,23%, на правоохранительную систему 7,71%, общегосударственные вопросы, но я так понимаю, что это госаппараты, все такое, 6,69%, на здравоохранение 2,2%, на все здравоохранение в стране. Простите, куда развиваться? Тем более, что по сравнению с 2016 годом финансирование упало на 10%. Это же какая яма-то и как вообще развиваться в этом во всем? Ну давайте, Дмитрий, может быть, я отвечу, потому что то, что вы говорите про цифры федерального бюджета, это исключительно цифры федерального бюджета. А здравоохранение финансируется, кроме того, в основном сейчас из системы обязательного медицинского страхования надо приплюсовать, плюс еще бюджеты субъектов Российской Федерации. Я не хочу сказать, что денег достаточно. В медицине их всегда не хватает, потому что они нужны для развития новых технологий, на приобретение новых медикаментов, которые стоят тоже колоссальных денег, новые инновационные препараты. Поэтому, конечно, хочется, чтобы средства добавлялись в здравоохранение. Но то, что касается, можно я тут немножко тоже отвлекусь, и то, что касается лечения в Германии, понимаете, там вот то слово, которое вам не нравится, клиентоориентированность, она очень сильно выражена. И вот подходы к пациентам, условия оказания медицинской помощи, взаимоотношения специалистов, они больше нравятся нашим пациентам, я бы так сказала. А то, что касается технологий, в технологиях мы не стоим на месте, мы развиваемся. И те иностранные специалисты, которые приезжают в наши ведущие клиники, приезжают нам ведущие иностранные специалисты, они все подтверждают. Валерий Александрович, у меня вопрос к вам. А доверие к частной медицине больше у нас сейчас, чем к государственной? Ну, ведь там, якобы, и оборудование-то получше, и врачи-то по квалифицированию. То, что касается доверия, наверное, да. Доверие к специалистам больше. То, что касается оборудования, я думаю, что на сегодняшнем этапе Тюменское здравоохранение по оснащенности по некоторым местам значительно превосходит оснащение большинства сегодняшних частных структур в городе. Поэтому единственное, по большому счету, что мы можем предложить пациенту, то, о чем мы сегодня ничего не говорили, не касались, по большому счету, амбулаторная частная медицина сегодня продает не медицинские услуги, а внимание. Клиентоориентированности, которые вы говорили. Мы подаем внимание, которые работают. Теперь то, что касается конкурентности наших медицинских услуг, в том числе, сегодня, в том числе, Инна Борисовна, инициирована работа по медицинскому туризму в направлении нашей области. Но она существует, но будем говорить, что мы опять опаздываем. То есть те страны, о которых вы сейчас говорили, они давно этой темой занимаются. И давно на это ориентированы. Но есть, в том числе, и у нас, в частной медицине, есть примеры, это нет, нет потока, но есть примеры пациентов, во всяком случае, мы обеспечивали пациента из Великобритании, приезжали наши бывшие соотечественники, которые приезжали, они открытым текстом говорят о том, что я там себе этого позволить не могу. Это другие деньги, то есть я там эти услуги получить не могу, а здесь могу. Заплатив здесь полностью за все лечение, счастливые и довольные уезжают. Поэтому я думаю, что вот направление наших услуг, да, оно реально. Ну и момент, о котором мы тоже с вами говорили, как хотите это назовите, клиента-ориентированность, еще что-то там, но в этом очень большая доля присутствует заботы пациента о своем здоровье самостоятельно. Мы призываем, на мой взгляд, даже вот излишне призываем приходить в поликлинику, мерить здоровье. И мы с телевизора уговариваем, и вы уговариваете, и все... Я думаю, что здесь, в данном случае, государственная политика должна быть более радикальная. То есть не следи за своим здоровьем, получи то, что ты есть. Следи за своим здоровьем, получи какое-то большее преимущество. На мой взгляд, это должно быть. То есть мы говорим сейчас о страховании, о том, чтобы отменить для тех, для людей, которые не проходят? Я бы перевел в более жесткую плоскость. Мне кажется, что если человек, условно говоря, курит, и мы ему поставили стенд, то следующий стенд этому же пациенту, не бросившему курить, только за деньги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok